Николай Носов «Винтик, шпунтик и пылесос». Кто читал книгу «Приключения Незнайки», тот, конечно, знает, что у Незнайки было много друзей, таких же, как он, маленьких человечков. И среди них были два механика – «Винтик» и «Шпунтик», которые очень любили мастерить разные вещи. И однажды они задумали соорудить пылесос для уборки помещения. Сделали круглую металлическую коробку из двух половинок. В одной половинке поместили электромотор с вентилятором, в другой присоединили резиновую трубку, а между обеими половинками положили кусок плотной материи, чтобы пыль в пылесосе задерживалась. Трудились они целый день, целую ночь, и только на утро пылесос наконец-таки был готов. Все еще спали, но «Винтику» и «Шпунтику» очень хотелось проверить, как же работает пылесос. «Сначала почистим ковер в спальне», – предложил «Шпунтик». Он включил пылесос, и пыль с ковра так и полетела в трубу. Поток воздуха был так силен, что в трубу засосало чулки-растеряки, которые случайно валялись у него под кроватью. Потом сдуло со стула ручные часы доктора Пилюлькина, и тоже засосало в трубу. «Винтик» и «Шпунтик» ничего не заметили, так как им очень хотелось спать. Под столом стоял ящик с красками художника-тюбика. После того, как «Винтик» почистил пыль под столом, количество красок в ящике значительно поубавилось. «А теперь попробуем чистить одежду», – сказал «Винтик», и начал чистить пиджак-торопышки. Пыль из пиджака так и полетела в трубу, а вместе с пылью и пуговицы. Потом они стали чистить штанишки пончика, а у пончика в карманах всегда лежали конфеты. Пылесос был такой мощный, что даже конфеты повысасывал из карманов. После этого они стали чистить курточку Знайки, и тут только Шпунтик заметил, что из кармана вытащила Знайкину вечную ручку. Он хотел прекратить работу, но Винтик сказал «Ничего, потом откроем пылесос и достанем». «А теперь почистим диван», – предложил Шпунтик. И они стали чистить диван. Гвозди из обшивки так и выскакивали, исчезали в трубе. Обшивка постепенно разрезалась, пружины повыскакивали, спинка отвалилась, диван рассыпался на кусочки, и вся диванная начинка полетела в трубу. Дело кончилось тем, что в трубе застряла диванная ножка, и пылесос ничего больше не мог всасывать. Ну и ладно, – сказал Винтик, – ляжем спать, а когда встанем, починим диван и вытащим из пылесоса все гвозди. Друзья легли спать и моментально заснули. В это утро первым проснулся растеряйка и принялся искать чулки. Все стали над ним смеяться, потому что он же вечно терял свои вещи. Потом встал ворчу, но с удивлением обнаружил, что у него пропали брюки. У Авоськи не осталось на одежде ни одной пуговицы, он так и ходил, придерживая брюки руками, потому что без пуговиц они не могли держаться. В общем, у каждого что-нибудь потерялось, только у Незнайки ничего не пропало. Тропушка сказал, – это, наверное, Незнайка все устроил. – Почему у него ничего не пропало? – Братцы, да я не виноват, – кричал Незнайку. – У меня ничего не пропало, потому что я спал в одежде. Я вчера очень устала, и мне лень было раздеваться. Наконец, Знайка обнаружил в углу комнаты какую-то загадочную машину с трубой, из которой торчала диванная ножка. Знайка сейчас же понял, что это, без сомнения делал рук Винтика и Шпунтика, и принялся их будить. Винтик и Шпунтик встали. Они открыли пылесос и обнаружили в нем все пропавшие вещи. – Да мы просто слишком сильный мотор поставили, – сказал Шпунтик. – Надо уменьшить его мощность, и пылесос перестанет всасывать крупные вещи. Сейчас же к пылесосу выстрел из длинной очереди. Каждый получал, что у него потерялось. Растеряй-ка свои чулки, а Воська и Тропушкин – пуговицы, ворчун – брюки, а Незнайка сказал Винтику. – Посмотри-ка, пожалуйста, а нет ли в пылесосе моего свистка, который потерялся прошлым летом? Все стали над Незнайкой смеяться, но тут Винтик вдруг обнаружил среди прочих предметов и Незнайкин свисток. Все удивились и никак не могли понять, как очутился в пылесосе свисток, который пропал прошлым летом. Ведь в прошлом году и пылесоса-то не было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok